Откровенно наплевательское отношение можно наблюдать во всем. От немытых тротуаров и лестниц, развороченного плиточного покрытия, заросших травой клумб, небелинных и некрашенных фасадов. Пусть посадят цветы, приведут в порядок эту клумбу. И вот это здание тоже, пусть его приводят в порядок. Вот это же все одно. И вот у них здесь недостаточное освещение. Как мне сегодня сказали, вечером здесь очень темно. Вот там заканчивается вот эта лестница, пролет темный. У одних и у других недостаточно уличного освещения. Облик павильонов, мини-закусочных, не менялся годами и вряд ли отвечает ожиданиям тех, кто приходит сюда прогуляться. Раскрашенные во все цвета радуги кариатиды на кафе, а рядом засовшие туи в напольных вазах. Цветы в клумбах и вазонах отсутствуют абсолютно повсюду, хотя уже давно должны были прижиться и радовать глаз отдыхающих. Зато строительного мусора свалено у Ласкова берега 2 столько, что, похоже, его собирали всю зиму. А вот тут вообще просто ужас. Тут просто не убирать. Как вы представляете себе вот такой хлам, там, где ходят отдыхающие? Вы вчера и должны были убрать. Вот сегодня будьте добры, дайте им на то, чтобы здесь ничего не было. Вывозите мусор. Пока сейчас стоит муниципальный контроль, вас просто оштрафуют. Зато, где уж точно проявлена оперативность, так это в деле организации услуг. Приглашение на морские прогулки безо всякого разрешения уже в действии. На вопрос, на каком основании, по традиции звонок другу. Алло, Норик, проблемка. Я это самое не завершил. Интересуйся, кто дал добро, где стоять. Традиции придется менять. Не к первому маю, а просто всегда. Набережная должна привлекать и радовать.